Субтитры сделал DimaTorzok Итак, к обучению. Трюк этот и супер простой, и достаточно опасный. Поэтому опыт в катании требуется обязательно. Базовые трюки нужно уметь точно и обладать неплохим контролем велосипеда. А лично мое мнение, нужно уметь хороший барспин именно с зажимом седла. Если вы его не умеете, то советую вам сначала освоить его. Ссылка на мою хуюту барспина внизу. А учить этот трюк я вам, естественно, советую с радиуса на стол. Так будет, во-первых, безопаснее, а во-вторых, больше времени на осознание всех тонкостей. Но если же вы умеете хороший барспин, то можно пробовать суисайд и спадкат на стол. Есть пара этапов. Первый этап, опять же, ноги, положение тела и положение велосипеда. Итак, вылетаем на стол, выдвигаем велосипед максимально вперед, чтобы он был практически параллельно земле. А телом сохраняем равновесие ровно по центру. Вас не должно клонить ни назад, ни вперед. Это очень важно. Во время того, как вы выдвигаете велик, нужно распределить переднюю ногу между седлом и педалью путем полного ее выпрямления и поднимания носка на себя. Задней ногой нужно зафиксировать все это путем прижимания колена к седлу. То же самое и с подката. Торопиться не стоит. Нужно обязательно добиться такого положения. Если стало получаться, переходим к рукам. Это и есть второй этап. Советую повылетать и подпускать руки по одной, чтобы настроить себя на нужный лад. Сложность в отпускании рук заключается в том, что руль при отрыве рук может немного закрутиться. В этом и есть опасность этого трюка, так как если руль встанет поперек, вам придется несладко. Так в чем же суть? Суть в том, что вы должны отпускать руки именно в тот момент, когда вы вводите руль вперед до конца, как бы выталкивая его от себя. Великоспед стремится вперед и упирается седлом в ноги. Вы в этот момент отпускаете руки. Лучше отточите это движение на земле. Сам стиль расположения рук остается на ваше усмотрение. Но ладони вы должны четко и равномерно выталкивая руль вперед, одновременно развести в стороны, как бы проскальзывая по грипсам. Очень важно, чтобы вы обеими руками действовали одинаково. Теперь вы готовы переходить к самому трюку. Вот, пожалуй, и все. Пробуйте. Удачи! С первых же слов я понял. Спишка в том, что окер, как игра, она карта вообще большая. Нет, в принципе.